Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы — учитель Перри Стоун. Сейчас я нахожусь в месте, которое мы посещаем каждый год, и это мое любимое место. Оно называется Гора Блаженств. Она находится прямо на краю Галилейского моря в начале тех мест, где служил Иисус. Несколько минут назад мы были на лодке, и я показывал им горы, окружающие это озеро. Я сказал, что Иисус поднимался на высокую гору и молился. Вся наша группа начала смеяться, потому что это не похоже на склоны Вирджинии. Это большие скалистые горы, и нужно быть очень сильным, чтобы подняться туда. Писание говорит, что Иисус вставал до восхода солнца и молился. Однажды упоминается четвертая стража или часы на английском. Так у нас появилось слово «часы». «Где твои часы?» Чтобы узнать время, посмотри на часы. Это идет еще со времен Римской империи, где стража стояла с 6 до 9, с 9 до 12, с 12 до 3 утра, а потом и до 6. И вот четвертая стража — это с 3 до 6 утра. Именно тогда Иисус вставал, чтобы молиться. А сегодня мы поговорим на тему «Ходатайственный код Иисуса». Позже я объясню, что это означает, но вначале давайте поговорим о молитве. В Библии перечислены разные виды молитвы. Не все молитвы одинаковые. Молитвы — это не просто молитва. Некоторые молитвы отвечают за некоторые вещи, а также определенные молитвы связаны с определенными законами. Например, молитва «Согласие». На греческом это «сумфония». Вот откуда у нас взялось слово «симфония». Если двое или трое из вас согласятся, это означает звучать одинаково или говорить одно и то же. Если вы просите троих людей помолиться об одном и том же, но они молятся в разных направлениях, то это не молитва «Согласие». В Евангелии от Матфея Иисус сказал, что свяжется на земле, то будет связано на небе. То есть есть молитва «Связывание» и «Разрешение». Лучший пример этой молитвы — это когда Иисус не позволил нечистому духу вернуться в человека. Он изгнал демона и не позволил ему вернуться. То есть он связал этот дух, сделав его беспомощным или бесполезным против того человека. Разрешение же можно сравнить с тем, когда язык человека развязался, и он был исцелен от немоты. Это молитва «Связывание» и «Разрешение». У меня их целый список. Первое послание Иоанна, 5 глава, 15 стих, тут дана молитва прошения. Эта молитва направлена на нужды человека, финансовые и самые разные. Прошения могут быть различными. Одной из самых известных молитв в моей юности была молитва из послания Иакова, 5 главы. Молитва «Вера исцелит болящего, и Господь поднимет его». Итак, молитв есть много, и все они разные. И скоро я покажу вам уникальный духовный принцип. Он заключается в том, что три места, в которых молился Иисус, имеют очень сильное духовное значение для нас с вами. Я заметил, что Писание упоминает три места, где молился Иисус. Первое место — это гора искушения. Это первое место, которое Иисус посещает в Своем служении после крещения. Там Иисус провел 40 дней, и, как говорит Библия, все это время там Его искушал сатана. Итак, первое место — это гора искушения. А в Галилее Иисус поднимался на высокую гору, чтобы молиться. Иисус молился постоянно, но в некоторых случаях Он молился на горе и ходатайствовал во время бури. Итак, Иисус на горе, Он молится, и вдруг Он видит Своих учеников на озере во время бури. Иисус вынужден был ходатайствовать, чтобы помочь им в той ситуации. Напоминаю, мы говорим о ходатайственном коде Иисуса. Впервые Иисус молился так возле Иерихона. Именно там израилетяне перешли Иордан, чтобы войти в землю обетованную. А затем Он молится на горе искушений. Второе место, где Он молился, находится прямо перед нами на Галилейском море. Очень часто, когда Он был в лодке посреди моря, начинался шторм. Он был на горе, и начался шторм, и Ему пришлось совмешаться. То есть штормы регулярно случались на Галилейском море. И третье место, где Иисус молился, — это Гефсимания. Это записано в Евангелиях от Луки и Иоанна. В Гефсимании Он молился об окончании дел тьмы. Он решает, что Ему делать. Из Библии мы знаем, что Он мог вызвать 12 легионов ангелов и остановить зло. Но Ему нужно было решить, пройти мне все это и пострадать, или же остановить боль и разрушить при этом Божий план. Давайте скажем, все вместе, воля Божия. Все вместе, давайте. Вы прекрасны, ученики. Нужно будет записать с вами какую-то тему в классе. Вы прекрасно с этим справляетесь. Кстати, это наши партнеры. Итак, молитва Иисуса, 40 дней в Иерихоне, на горе Искушений, молитва Иисуса на Галилейских горах, а также молитва Иисуса в Гефсиманском саду. Интересно, что это те места, где Он молился один. Мы говорим о служении, а не о чудесах. Мы говорим о тех местах, где Он молился и ходатайствовал один. В это время ученики были далеко от Него. На горе Искушений с Ним никого не было, кроме сатаны. И так важно понимать, что в этих местах Он был один, когда молился. Будьте внимательны, потому что сейчас я покажу вам скрытый ходатайственный код Иисуса. А также, почему важно понимать места, где Он молился. Все эти места связаны с человеческими трудностями, с трудностями любого человека. Итак, на горе Искушений Он боролся именно с искушениями. Что Библия говорит об искушении? Каждый человек искушаем. Иисус был искушаем, как мы с вами. У всех разные искушения. У одних с этим нет проблем, а у других есть. Но зато у них есть проблемы с чем-то другим и так далее. Я очень открытый человек, особенно с близкими людьми. И я думаю, что на чужом опыте следует учиться. Поэтому я хочу поговорить о том, что беспокоит многих людей. Юных и взрослых. Уверен, это им поможет. Когда я был призван в служение, сейчас мы к этому вернемся, а я забыл еще кое-что сказать. Я назову все три трудности людей, а потом их прокомментирую. Итак, вторая трудность, с которой имел дело Иисус, это внезапные штормы. Речь идет о внезапных проблемах. Каждый день все хорошо, но вдруг однажды ребенок попадает в аварию. Или вашу дочь забирают в больницу с угрозой выкидыша. Это внезапная проблема, которой вы не ожидали. Итак, первая сфера — это испытание или искушение. Номер два — это внезапные штормы. И, наконец, номер три — воля Божия на страдания. Многие люди не служат Иисусу, потому что они не понимают, почему Бог добрый, а дети в Африке голодают. Почему добрый Бог позволил урагану прийти и убить невинных людей? И люди хотят рациональных объяснений, не понимая, что сейчас сатана — это Бог этого мира. Так сказано в послании к Ефесиным 2 главе 2 стихе. Сами почитайте. «А еще миром управляют безбожники». И из-за этой комбинации случаются вещи, которым Бог... Понимаете, Бог никогда не идет против нашей воли. Если мы так решили, Он не будет заставлять нас служить Ему. Он так не поступает. Итак, почему я страдаю? Почему мне приходится проходить все это? Почему мне приходится иметь дело с плотью, с жалом воплоти, с проблемами, с финансовыми трудностями? Почему, почему, почему? Итак, Гефсиманский сад — это «почему я Господи?» Разве я должен проходить все это? Примерно так звучит вопрос у каждого человека, который попадает в эти трудности. «Господь, пусть минует меня, чаша сия, но пусть будет твоя воля, а не моя». Итак, Иисус молится в трех местах. Гора искушений, Галилейское море и Гефсимания. Гора искушений — это символ искушений. Внезапные штормы — это внезапные проблемы в жизни. И номер три — это определение воли Божьей. «Делаю ли я то, чего хочет от меня Бог?» Все это — части жизни. Интересно, что во время этих молитв Иисус был один. Зачастую во время шторма вы одни. В Гефсимании, сражаясь со своими «почему», вы тоже одни, и это вполне себе понятно. Но, как я уже говорил, у всех людей свои проблемы и трудности. Я встречал людей, которые говорили мне. Я сам говорил жене. Я давно тебя знаю, и мне кажется, что тебя вообще ничто не искушает. И я говорю это на полном серьезе. Ты вообще когда-нибудь чувствовала искушение из-за другого мужчины? «Нет», — говорит она. «И я знаю, что она говорит это искренне. «А вот такое искушение у тебя когда-нибудь было?» Она снова отвечает «нет». «Она не вспыльчива, она не сражается с депрессией, она никогда не злится, ну, за исключением некоторых случаев». «Вы все меня хорошо понимаете, не так ли?» Но вот однажды она сказала мне так. Это смешно, но некоторые женщины поймут ее. Она сказала, «Мое искушение — это еда». «Пэм, это ведь совсем не искушение». «Нет, ты не понимаешь». «Если я нервничаю или волнуюсь, то всегда хочу есть». «А мое второе, самое большое искушение — это шоколад». «Да, ну, Пэм, я могу съесть целый магазин шоколада». Однажды она поехала в круиз и купила футболку, на которой было написано «Готова обменять с мужа на шоколад». Наша команда знает, что это чистая правда. Она приехала на партнерскую конференцию в этой футболке. Все хохотали и думали, что это смешно. А сейчас я расскажу вам еще кое-что, и она это заслужила. Где-то через две недели мы пришли к ней в офис, и там лежала красивая коробка с надписью «Для Пэм Стоун. Не открывать». Я подумал, «Ну что же такое ей прислали?» И решил открыть коробку. Да, это тоже правда. Я открыл коробку, и там не было ничего, кроме «Лучшего в Америке шоколада». Кажется, «Гадава». А еще там была записка «Дорогая Пэм, вот ваш шоколад, а я возьму вашего мужа». «Пэм, ты это заслужила, поэтому я рассказываю эту историю». «Ты это заслужила». После этого она решила избавиться от той футболки. Итак, к чему же я вел? Ей иногда приходится молиться о том, чтобы Бог дал ей необходимую дисциплинированность. «Господь, я не хочу этого. Помоги мне удержаться». Женщинам сложнее, чем мужчинам. Мужчины отращивают большие животы, и их это не беспокоит? Думаю, все мужчины меня поддержат. Правда, мужчины? Но когда женщина набирает вес, ее это крайне беспокоит. Этим я хочу сказать, что трудности у людей не всегда такие серьезные, как те, что описаны в Библии. Это не всегда те искушения, что перечислены в послании к Галатам. Когда я был молодым, я помню это так, будто бы это было только вчера. Я начал проповедовать сразу после окончания школы. Я учился заочно в колледже Ли, сейчас это университет. Я готовился, читал, а потом сдавал экзамен в присутствии пастора. Кажется, я прошел 80-часовой курс. Я изучал о Библии все, что возможно. У меня были проблемы, но после того, как я женился на ПЭМ, я смог вырваться, потому что один прогонит тысячу, а двое — десять тысяч. Я сражался с ужасной депрессией. Я даже не могу это объяснить. Если я приезжал к кому-то, это правда, и я нисколько не преувеличиваю. Если мне приходилось ночевать у кого-то дома, пастор рассказывал мне, «Возможно, ты не помнишь, но когда тебе было 18, и ты в течение трех недель проводил у нас собрание пробуждения, ты три недели ничего не ел. Но я должен был что-то есть». «Нет, ничего», — сказал он мне. «Мы думали, ты умрешь с голоду». «Ты был кожей кости». Знаете, почему я не ел? Во-первых, я постоянно постился. Если вы знаете меня давно, то знаете, что я могу не есть по несколько дней. А вторая причина — это то, что я не знал людей, и мне было проще не есть, чем общаться с ним. Когда мы с ПЭМ поженились, депрессия ушла, но я все еще был социально неадаптированным. Если в наших билетах на самолет было указано, что мы не сидим рядом, я отказывался сидеть с незнакомыми людьми. ПЭМ говорила, «Но я сижу с ребенком, а мне все равно. Я сяду с ребенком. Я не буду сидеть с незнакомцем. Я понимаю, что это странно, но это должно кому-то помочь». Поэтому я рассказываю об этом. Много лет назад я мог надолго закрыться в туалете самолетов, чтобы не разговаривать с незнакомцами, я начал задумываться, а это вообще нормально или нет. И когда я впервые встречался с кем-то, то наш разговор был очень коротким. У моего сына были проблемы с наркотиками. Сейчас Бог его изменил, но много лет назад мы сделали анализ, и у него был обнаружен аутизм. Когда они сделали тест, я сказал, «Это я». А психолог ответил, «Сейчас речь о вашем сыне, а не о вас». Но я продолжал говорить, «Да это же я». Затем психолог сказал, «Это странно, но у вас есть невысокий уровень социального аутизма, то есть вам неловко с незнакомцами, и вы цепляетесь за тех, кто вам знаком». Это правда. Я очень привязан к нашей команде. Я все время провожу с ними. Почему? Я привязан к ним, потому что я знаю их, они знают меня, и я им доверяю. Моя большая проблема — недоверие людям. Я вижу, как разваливаются служения, падают служители. Даже сегодня мне нужно работать над доверием. В моем близком кругу не так много людей, но и в близком кругу Иисуса так же не было много людей. Почему я говорю об этом? Сейчас я уже понимаю, что моя депрессия была на самом деле аутизмом. И если бы его диагностировали раньше, то я бы знал, что это не демоническая депрессия или злой дух. Иногда люди видят дьявола во всем, но это лишь химическая реакция в вашем мозге. Надеюсь, это кому-то поможет. Когда Джина Бин, 15 лет, была моим секретарем, она не даст мне соврать. Здесь у меня были новости, здесь играла музыка, там показывал DVD, и работало два компьютера. Один был в интернете, а на другом я печатал. Я был на собраниях, где я одновременно набирал две книги, и Бэм говорила, «Перри, пожалуйста, будь повнимательней». Тогда я останавливался и говорил, он сказал это, она сказала то, ей говорили, «Оставь его, он успевает все». Мой мозг работает так, что я могу делать пять дел одновременно. Все вокруг просили меня прекратить, потому что не могли со мной так разговаривать. Я отвечал, «Пэм, я могу печатать и слышать все, что ты говоришь». А вот что сказал мне доктор, «Перри, вы написали 80 книг и комментарии ко всей Библии. Никто не может сделать этого без помощи команды, а вы сделали все это сами». Я написал 40 посланий об Израиле и никого не просил о помощи. Но я смог это сделать, потому что у меня высокофункциональный мозг. И доктор сказал, «Аутизм, который казался вам проклятием, был огромным благословением от Бога». Безумие, не так ли? Никто не может функционировать так, как я. Я свожу свою команду с ума. Я прихожу в офис в 4 или в 5 утра и работаю 5 часов до того, как придут все работники. Я уже функционирую вовсю, и когда они приходят, некоторым из них нужно выпить кофе, чтобы работать. «Не говорите со мной, пока я не выпью кофе. А я уже там, готов ко всему». Так к чему я это? Не презирайте то, какими Бог создал вас, или то, как вы выглядите. Я хочу сказать всем вам. Это слово от Господа. Как бы вы ни выглядели, найдется тот, кто будет любить вас таким, какой вы есть. И это правда. Вам лишь нужно найти этого человека. Приезжайте на наши конференции, там много людей, и вы кого-нибудь встретите. Не знаю, кто это будет. Если у вас есть такие проблемы, как у меня, люди с аутизмом, гении в какой-то сфере. Например, мой сын — компьютерный гений. Он может взять компьютер и... Бац-бац! Все готово. Бог создал вас. Он знал о ваших слабостях. Он знал, что вам придется бороться с аутизмом. Он знал, что вы будете неловким. Но не забывайте, что у Бога есть план и предназначение для вас. Иисус знал, как разобраться со всем этим. С искушением. Он справлялся с помощью молитвы. Во время шторма Он молился. И Гефсиманию Он прошел тоже с молитвой. Итак, вам нужно научиться искать Бога и доверять Ему, а также исполниться Святым Духом и много молиться в Духе. Потому что Дух Святой обновляет ваш разум, Дух и душу. Павел говорил, «У меня есть жало во плоти, и я просил Бога убрать его». Но Бог сказал, «Моей благодати достаточно для тебя. Моя сила совершенствуется в слабости, и какой бы ни была ваша проблема». Искушение, «Шторм» или «Боже, почему я прохожу через это». Всегда помните, «Когда вы ищете Господа, то Божьей благодати будет достаточно, если вы будете просить о ней. Тогда вы сможете пройти все. Вы сможете пройти абсолютно все сложности». Спасибо за то, что вы смотрели нас сегодня. Мне пришлось вплотную подойти к камере, потому что солнце уже вовсю светит надо мной. Поэтому пора заканчивать. Пусть Бог благословит вас. Досмотрите нас до самого конца, так вы сможете узнать, где мы будем служить. Также большое спасибо партнерам за их поддержку. Оставайтесь с нами. Увидимся буквально через одну минуту. Это Пэри Стоун. Я написал книгу, которая, возможно, является самой сильной книгой о духовной войне за всю историю моего служения. Она называется «Пища для демонов». День за днем я просыпался в три утра, будучи в городе Тверия, что находится в Израиле, рядом с Галилейским морем. Господь положил мне на сердце написать здесь эту книгу, и я бы хотел, чтобы вы прочитали ее. Она не о величии демонов, а о том, как верующие могут открывать и закрывать двери перед злыми духами. Я расскажу вам, как связаны разные духи с депрессией и подавленностью. Расскажу, как победить духа немощи, который в переводе с греческого значит «дух слабости». Что насчет постоянной борьбы и бесконечных покаяний в одном грехе? Вы снова говорите Богу, я больше так не буду. Но перестать вам не под силу. Возможно ли, что дело в духовном демоническом влиянии? Мой ответ – да. Что насчет детей, которых атакуют различные духи? Дух болезни. Я расскажу вам о том, как изгонять нечистых духов из людей. Расскажу вам о трех уроках, которые я выучил во время своих битв. Моя новая книга состоит из десяти глав. Покупая ее, вы получаете в подарок диск «Музыка ангелов» – ведущий инструмент на этом альбоме арфа. Девять песен помогут вам обновиться и расслабиться. Когда ваши силы на исходе, когда ваше сердце не на месте, послушайте эту музыку. Она поднимет ваш дух, потому что в Ветхом Завете именно звуки арфы принесли освобождение царю Саулу. Моя новая книга «Пища для демонов» и диск «Музыка ангелов» доступны прямо сейчас за ваше пожертвование в размере 30 долларов или больше. Номер заказа FED128. Заходите на сайт Перри Стоун или позвоните по номеру 18821 или свяжитесь с нами напрямую. Не забудьте номер заказа FED128. Назовите этот номер по телефону или напишите мне на почту. Скажу еще раз, эта книга является самой помазанной книгой на тему духовной войны в моем служении. Бог открыл мне слово, и я хочу поделиться им с вами. С нетерпением ждем ваших писем. Спасибо за то, что вы смотрели нас. Не забудьте заказать нашу новую продукцию, чтобы знать, как сражаться в духовных войнах. С 18 по 20 мая я буду служить в Брэнсоне. Приезжайте туда, если сможете. 27 мая я буду в Майоми, штат Огайо. С 1 по 3 июня церковь искупления Ноксвиль, Теннесси. 11 июня, понедельник, Ваймома, Флорида. Всего одно собрание. 13 и 14 июня, Южная Каролина. Собрание в городе Симпсонвиль. А еще я буду в Тип-Сити, штат Огайо. Это будет с 15 по 17 июня. В июле мы будем в Луисвилле. А еще в июле пройдет наш Вориор-фест. Записывайте свою молодежь, а также присоединяйтесь ко мне в Хантингтоне. А еще мы обязательно приедем в Техас. Это те собрания, которые мы проводим каждый год. Мы любим бывать там. Обязательно зайдите на наш сайт и посмотрите мое расписание. А также следите за нашими новостями в соцсетях. Там есть наши новости и проповеди. Партнеры, спасибо вам за вашу поддержку. Я много раз слышал, что наши программы из Израиля очень нравятся вам. Вам нравится местность и подача. Спасибо за ваши отзывы. Они очень ценны для нас. Мы сняли на Святой Земле много интересного. Это огромный труд. Партнеры, это специально для вас. Спасибо за ваши отзывы. Я хотел взять с собой Пэм, но она постоянно занята детьми или помогает людям в церкви, у которых трудности. Она просто невероятный помощник. Она очень любит заботиться о людях. Я просил ее прийти, но она пока не может. Но она просила напомнить всем вам, если вы хотите поехать с нами в круиз по Аляске в 2019 году, то свяжитесь с нами как можно раньше, потому что количество мест ограничено. Мы очень ждем ваших писем, что вы напишите нам и скажете, когда вы поедете с нами. Также не забудьте о нашем туре в Израиль в ноябре. Желающих очень много. Кажется, что все в мире едут в Израиль. Я езжу туда 35 лет, но я еще никогда не видел столько служителей, как в этом году. А еще я хочу поздравить мою младшую сестру, которая недавно родила чудесную девочку. Девочка родилась с весом 7 фунтов, 7 унций в 7 часов. 7, 7, 7. Вы знаете, что я обожаю числа. Пусть Бог благословит вас. Увидимся через неделю. Я хочу, чтобы вы вместе с моей семьей попали на празднование моего 60-летия, которое будет проходить на море на новейшем норвежском круизном судне. Это будет круиз по Аляске, который продлится с 23 по 30 июня 2019 года. За всей подробной информацией обращайтесь на сайт Perry Stone. Посмотрите, куда мы поплывем. Забронируйте билеты на наш круиз, чтобы попасть на все собрания, на которых я буду проповедовать в этих краях. Вы познакомитесь лично со мной и Пэм.